Урок по теме «Программирование влога». На этом уроке мы разберем решение задач на составление линейных программ. Урок разработан учителями информатики и КТ гимназии 1576 Левиной Натальей Сергеевной и Третьяк Татьяны Михайловной. Линейные программы. Что это такое? Для программирования последовательных действий черепахи нужно составить программу, носящую название «Линейные». Линейные программы состоят из последовательности команд «Управление черепахой». Давайте разберем эти команды. Все команды управления принято делить на группы. Первая группа – команды «Изменение состояния». Сюда относятся две команды – «Перо поднять» – краткая запись «ПП» и «Перо опустить» – краткая запись «ПО». С поднятым пером черепаха может передвигаться и не оставлять за собой никакого следа, а с первым опущенным он оставляет за собой след. Следующая группа – «Команды перемещения». Сюда относятся следующие команды. Команда «Вперед», которая позволяет произвести движение вперед на указанное число шагов. Например, «ВП» – 50. Команда «Назад», которая позволяет производить движение назад на указанное число шагов. Например, «НД» – 50. И команда «Домой», которая перемещает черепашку в центр листа. Следующая группа команд – это команды поворотов. Эти команды позволяют изменять направление движения черепашки. Налево – поворот налево на указанное число градусов. «ЛВ» – 45. Направо – поворот направо на указанное число градусов. Например, «ПР» – 90. А также сюда относятся команда «Новый курс». Значит, команда «Новый курс» позволяет повернуть по часовой стрелке на угол относительно нулевого положения черепахи. Нулевым положением черепахи называется такое положение, когда голова черепахи направлена вверх. Например, если мы запишем команду «НК» пробел 180, это означает, что черепаха повернется по часовой стрелке, то есть направо, и совершит половину оборота своего. То есть будет направлено в результате головой вниз. Задача. Составить программу рисования конверта. При этом необходимо использовать только команды «Новое место», «Перо опустить» и «Перо поднять». Конверт должен размещаться в рабочем поле лога следующим образом. Давайте посмотрим, что собой представляет рабочее поле лога. Стандартный размер рабочего поля лога равен 744 пикселя на 426. Первое число указывает количество пикселей по горизонтали, второе число указывает количество пикселей по вертикали. Каждый пиксель равен шажку черепашки. Данное размер рабочего поля имеет место при разрешении 800 на 600 пикселей. Это разрешение говорит о размере экрана монитора. Второй вариант рабочего поля – это 592 на 328 пикселей при разрешении 640 на 480. На рисунке показаны крайние значения координат черепашки в стандартном варианте. Координаты центра листа всегда значение имеет 0,0. То есть в начальном положении черепаха всегда находится в центре листа головой вверх. Для того, чтобы узнать в каком месте рабочего поля находится черепаха, существует специальная команда «Покажи место». Достаточно эту команду записать в поле «Команд», как вы видите в прямоугольнике красного цвета изображено это место, чтобы при нажатии на клавишу «Энтер» у нас появился ответ. В данном случае ответ изображен во второй строке в поле «Команд». Команда «Новое место» позволяет перемещать черепашку в точку с координатами, заданными в этой команде. Но в данном случае еще раз мы говорим о том, что координаты центра имеют значение 0,0. Для того, чтобы составить программу рисования конверта, необходимо сначала составить словесный алгоритм решения. Первым действием необходимо определить местоположение, то есть координаты углов конверта. Мы это будем проводить с помощью уже разобранной команды «Покажи место». В случае построения конверта достаточно будет найти координаты одного из углов. Все остальные будут найдены достаточно просто. Они отличаются только знаками. Последовательно перемещаться с помощью команды «Новое место», чередуя при необходимости эту команду с командами «Поднять перо» и «Перо опустить». Это у нас вторая задача, которую мы должны решить в нашем алгоритме. «Перо поднять» и «Перо опустить» – эти две команды нужны для того, чтобы не проводить черепашку два раза по одному и тому же месту. Третий пункт нашего алгоритма. Программу необходимо записать в листе «Программ». Оформить эту программу можно, указав заголовок программы. Это слова «Это» и название программы через пробел. В нашем случае «Это» – пробел «Конверт». И записать в конце нашей программы команду «Конец». Она позволит нам выполнить далее программу в листе «Выполнение». Четвертым, последним пунктом алгоритма решения будет следующее действие. На листе «Выполнение» для удобства мы создадим две кнопки. Одна кнопка будет с названием программы и позволит нам запустить нашу программу. А вторая кнопка будет называться «Сотри графику». С помощью этой кнопки мы сможем стереть и таким образом отредактировать нашу программу. Для того, чтобы создать кнопку на листе «Выполнение», необходимо щелкнуть на изображение пальца с кнопочкой в инструментальном меню, которое находится в левой части рабочего поля. Далее необходимо перевести появившийся курсор. Курсор изменит свой вид на палец в рабочее поле и щелкнет в любом месте. Появится поле выпадающего меню, в котором мы должны отметить три элемента. Значит, первое – это в поле «Инструкция» записать название программы. Второе – задать режим исполнения, в нашем случае, один раз и поставить просто точку в этом месте. И затем щелкнуть на кнопке «Окей». Программа рисования квадрата. Мы видим ее на экране. Здесь изображены у нас поле выполнения. Как вы видите, уже нарисованный конверт. А внизу у нас с вами располагается поле программы, в котором вы видите, собственно говоря, программу. Итак, если мы посмотрим внимательно на строку, в которой записаны все команды выполнения, мы действительно увидим, что она состоит из последовательности команд поднятия, опускания пера и указания нового места. Еще одна задача. Задача рисования индекса. Все знают, что такое почтовый индекс. Необходимо составить программу рисования почтового индекса, состоящего из двух любых цифр. Для решения этой задачи необходимо определить размеры всех частей цифр и углы наклона. Программа тоже состоит из ряда команд. В нашем случае это будут команды, нам уже известные. Команда «Поднять перо», команда «Опустить перо», «Вперед», команда «Назад» и «Новый курс». Размеры цифр указаны приближенно. Тем не менее, они по виду похожи на цифры почтового индекса. Здесь необходимо помнить о том, что у нас с вами есть значения коротких, длинных сторон этой цифры, и наклонные линии, и угол поворота коротких частей индекса относительно их длинных частей. Посмотрите, пожалуйста, как может получиться цифра единица с помощью программы. Итак, цифра 1 выглядит, ее программа рисования выглядит следующим образом. Перо «Опустить», «Вперед» на 50 шагов. Мы помним, что в таком состоянии черепаха находится в центре экрана, и голова повернута была вверх, соответственно, движение будет вверх направлено на 50 шагов. Затем выбираем новый курс «225», «Черепаха» поворачивается на 225 градусов, затем снова команда «Вперед», ну и так далее. Подробно это будет изложено дополнительно. Аналогичным образом строится цифра 2, и последняя кнопка в поле «Выполнение» – это кнопка рисования индекса. Наш индекс будет состоять из двух цифр – единицы и двойки. Давайте посмотрим, как выглядит эта программа. Программа выглядит очень просто. Значит, мы записываем заголовок программы – это индекс. Далее всего две программы вызываются – единица, пробел 2. И в конце мы записываем слово «Конец». При создании кнопки и нажатии на кнопку «Индекс» у нас будут записаны две цифры. Итак, мы разобрали на уроке способы составления линейных программ. Желаю успехов в обучении черепашке рисованию с помощью этих программ.